В нашей киевской студии сегодня самый лучший корреспондент в настоящее время по Украине это Юлия Горгуша из Мариуполя, Ирина Ромалийская из Киева, Инна Вареница, которая представляет Харьков и Донецк, и Юлия Дросс тоже из Киева. И сегодня мы хотим поговорить о проблемах Украины. Это звучит очень обобщенно, но есть специфические вещи, на которых я бы хотела обратить внимание. Давайте, девочки, начнем с того, что произошло в Киеве на этой неделе. Событие недели, оно будет развиваться, это взрыв гранат около Верховной Рады. Скажите, это частное событие или это можно было ожидать? И может ли это повториться? Что это значит? В Киеве постоянно были какие-то взрывы там у каких-то зданий, банка в центре города. В какой-то степени это было предсказуемо, но это не значит, что власть все держит под контролем. Мы находимся на площади Конституции у здания Парламента Украины. Именно здесь произошли трагические события в понедельник 31 августа. Сегодня о них напоминает импровизированный монумент. Это свечи, цветы и фотографии троих погибших солдат Национальной Гвардии Украины. Это молодые ребята от 20 до 25 лет. Всего же в столкновениях пострадало более 100 человек. В основном это солдаты Национальной Гвардии и более десятка гражданских лиц. Большинство из них все еще находятся в медицинских учреждениях с ранениями в разной степени сложности. Трое из них пребывают в тяжелом состоянии. Первые травмы бойцы получили от разрыва светошумовой гранаты. Потом же в них полетела уже боевая граната. В момент броска зафиксировали камеры журналистов. Нападавшим, как пояснилось позже, оказался Игорь Гуменюк. Он назвался членом праворадикального объединения «Свобода» и бойцом батальона «Сич». Однако и «Свобода», и «Сич» от него открестились. О задержании Гуменюка сообщил сам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он назвал задержанного неподозреваемым гранатометчиком. Также в министерстве нам сообщили, что задержанный признал свою вину на допросе. Всего же по делу о беспорядках задержано 18 человек. 16 из них суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал случившееся. Он обвинил в этом Россию и назвал произошедшее расширением кампании по дестабилизации ситуации в Украине. «Что было бы, если бы Верховная Рада не проголосовала за изменения в Конституцию? На порядок возросла бы угроза разрушения международной проукраинской коалиции. Исчез бы с повестки дня вопрос о продлении санкций, которые очень больно бьют по агрессору. Вполне реальной стала бы перспектива остаться с агрессором один на один». «Так или иначе, ситуация в столице остается спокойной. В течение около суток после столкновений движение в центре столицы было утруднено из-за того, что бойцы права сектора перекрыли улицы вокруг парламента. Однако сейчас проехать можно свободно. Обстановка спокойная. Парламент продолжает свою работу в обычном режиме». «Юлия Дросс. Настоящее время. Киев». «Ирина Ромалистка, вот ты живешь в Киеве. Для тебя, как обычной киевлянке, это был шок или это было нормальное событие?» «Безусловно, вчерашнее событие под Радой было шоком, потому что, наверное, впервые под Радой взорвалась боевая граната. Я, например, ожидала, что это будет типичная акция политическая, и все закончится просто громкими словами в канун местных выборов, и на этом все закончится. Но начался этот непонятный штурм, и началась эта дикая агрессия». «Но в Киеве такая акция со взрывом происходит в первый раз?» «Со взрывом боевой гранаты, да». «Но для жителей Мариуполя, скорее всего, это нормальное явление. Вы к этому готовы?» «Да, мы, к сожалению, привыкли уже к выстрелам. Мы знаем, что оружие сейчас очень много ходит. Ну, просто известны такие случаи, что солдаты просто часть трофейного оружия перепрятывают у себя, и оно, естественно, в ходу. И неудивительно, что оно где-то всплывет. Но об этом все говорили до этого, о том, что в итоге это оружие окажется в Киеве, а оно окажется под Радой. И вот потихоньку, видимо, судя по всему, оно подходит». «А вот почему ничего не изменилось? Ведь люди голосовали за того же Порошенко. Того же Яруценюка. Чего-то ожидали. А почему ничего не было сделано? Кто-то задает этот вопрос вообще или в прессе, или вот люди сами. Мы не видим митингов, протеста, мы не видим больших требований. Ну, говорят, что в стране война. Но вот что-то же. Ведь Украине выдается какие-то кредиты. Оказывается, помощь. И это опять мы все возвращаемся на круги своя. Мы там просто по круговой так выходим. Стоит говорить на самом деле о консервативности, например, в частности города Мариуполя. Мнение людей не изменилось не потому, что нет реформы, а просто потому, что они не хотят его менять. И, в частности, мэр наш, он просто, ну, как говорят, перекрасился. Это так и есть. Он ходил с Георгиевской ленточкой, потом он взял украинский флаг и готово. Все, стал патриотом. Сейчас они сделали свою партию, которая называется «Наш край» местную. И они с этой партией спокойненько себе идут на выборы. То есть они действительно хотят реванша, и они его очень легко могут получить. Потому что... То есть он опять Георгиевский ленточкой? Ну, если ему нужно, он ее оденет заново. У вас город очень специфический. Там очень много переселенцев в Донецке. В принципе, фронтовая линия. А что вообще люди говорят? Что они хотят-то? Ну, есть такой классический лозунг «Мы за мир». Это очень в общем. Да. Да. Они занимают позицию третьего радующегося. То есть вот такой вот у них нейтралитет непонятный. Они знают, что идет война. Большая часть людей знает, что их города обстреливают ополченцы, так называемые. Боевики и террористы. Но, тем не менее, мы просто за мир. И все, мы хотим мира. А каким образом он будет достигнут, они просто, не знаю, что ли, не задумываются об этом. Лафазан, Були, Папакитса, Махсма, Кутана. Греческие фамилии на табличках домов редко перемежаются украинскими. Это Сартана, греческий поселок с населением в 11 тысяч человек. Он уже шесть раз попадал под обстрелы боевиков. Были жертвы и разрушения. Однако, переезд на историческую родину, этнические греки при Азове не считают выходом. Некоторые просто перебираются в Мариуполь. У многих в Греции живут родственники. От них и узнают новости. Говорят, в Греции тоже не сладко. Работу найти сложно. Большинство мигрантов работают на стройках, заправках, в качестве обслуживающего персонала, сиделками и санитарами. Основной аргумент тех, кто уехал из-за военных действий, простой и понятный. Там не стреляют. У Милании в Греции живет сын, женой и внуки. Переехали они недавно, сразу после обстрелов. Если у нас восстановится мир и все как будет, все в порядке, они обязательно вернутся в поселок. А вот молодая греческая семья Виктория Гарип и ее муж уезжать не собираются. Не под каким предлогом. А это уже другой греческий поселок – Приазовская Ялта. Ялта находится в 25 километрах от Мариуполя. Сюда шумообстрелов не доносится, но на море приезжают дончане. Валентина Захарова родом из Ялты. Сейчас она живет в Донецке, приехала на пляж отдохнуть от обстрелов. Мои дети не хотят, а я не знаю, я что-то с детьми. Ну, они куда, с чем? А дети почему не хотят? Чем они это? Ну, какой-то бизнес нужен, зачем это надо? У них свое дело есть. И пожилые, и молодые говорят об одном – для поездки, кроме желания, нужны деньги. Без денег. Надо же деньги. А нас ни денег не примут без денег. Ну, пойду в поле, все, в 4 года пойду в поле цифрусы не собирать. А что буду делать? А что для этого нужно? Знаете? Денег, чтобы мне кто-то дал. Юлия Горкуша, Андрей Рыжков, Приазовье. Настоящее время. Война уже идет больше года. Это главная тема. А народ вообще, вот, вне зоны боевых действий, он как-то думает о войне? Или просто люди устали вообще-то копать? А, война идет, да там и идет война. Юлья Горкуша, Андрей Рыжков, Приазовье. Ну, собственно, волонтеры, какие-то проактивные люди, которые занимают проактивную позицию, они постоянно вот стараются поддерживать вот это вот настроение, что вот Киев, да, мирный город, праздно шатающиеся толпы, простите, а там вот все еще стреляют, там все еще ранят наших бойцов, там все еще погибают люди. Вот все это настроение, это сохраняется. То есть я бы не сказала, что люди забыли, устали, какая-то, безусловно, усталость есть. Но чувство ответственности, что вот ребята там погибают за то, чтобы мы здесь что-то тоже делали, это есть. Оно все еще не на том уровне, который вот соответствует развитому гражданскому обществу. Когда люди идут на выборы, не просто проголосовать, там поставить галочку, я сходил на выборы, а что-то сделать для страны, отвечать за тех людей, контролировать их, которых ты выбрал. Это очень удобная позиция, ждать помощи от кого-то вместо того, чтобы делать что-то. Стандартно. И вот в условиях, когда сейчас нужны какие-то активные люди, которые бы что-то делали, и может быть кто-то бы проходил и помогал делать какие-то реформы, вот в тех условиях, когда были активные боевые действия, активные люди выбрали для себя две задачи. Либо же помогать армии, либо помогать тем людям, которые выезжают, им нужна помощь. Либо помогать тем пытаться, которые остаются на той территории, которая не под контрольной украинской власти. Они проводили операции в антисанитарных условиях, когда на соседней улице был полноценный госпиталь. В условиях войны настоящей руководство требовало медиков действовать по стандартам, прописанным во времена Второй мировой. На свой страх и риск военные медики действовали не по уставу, чтобы спасти раненых. После десятков писем и переговоров с военным руководством медики выбросили подходящие больничные условия. Но теперь другая проблема. Вместо оказания помощи раненым, когда дорога каждая секунда, они обязаны сначала доложить в штаб. В процессе операции требуют доклада о том, что происходит. Причем доклады требуют разные уровни. Начиная от командира подразделения, что случилось, какие там последствия, степень тяжести больного, что сделало раненого и так далее. И до самого высокого уровня все перезванивают хирургам, анестам. Вместо того, чтобы дать им возможность спокойно работать в операционной, первый час после случившегося начинается от звона и доклада. О проблемах с обеспечением медики вспоминают редко. За исключением некоторого оборудования, лекарства и машины поставляют волонтеры и неравнодушные люди. Эта штука называется санитарная кузина-сумка, если не ошибаюсь. Это то, что она выдает государство. Когда требуют каких-то результатов и потом докладывают наверху и по телевизору скажут, что мы такие молодцы, спасли кучу людей, то это небольшая заслуга тех, кто выдал вот ту сумку, которую мы показывали перед этим. Это все делается на своем энтузиазме. Чем, как и в каких условиях лучше лечить, все эти знания медики из Луганской области предлагают обсудить с коллегами из других воинских подразделений. О своей идее врачи рассказали руководству Министерства обороны. Мы ему начали рассказывать о проекте, который мы бы хотели предложить Министерству обороны. Именно Министерству. Для того, чтобы этот опыт, который наработали Минслужбы по любых условиях, чтобы он никуда не делся. Я, слушая его, я понимала, что он не хочет этого делать. Проводятся ли учения и учитывается ли опыт предыдущих боев? Такой вопрос в настоящее время задал Украинскому Министерству обороны. Ответ прислали без подробностей и только на бумаге. Да, проводим, тренируем. Сами же медики в полях уверяют, никакого обучения и опроса никто не занимается. И на Воренице для настоящего времени. А вот вы как думаете, почему война не заканчивается? Человек ко всему привыкает. Как люди привыкают к звукам обстрелов, на самом деле люди и здесь привыкают к тому, что растут тарифы ЖКХ. Электроэнергия подорожала вот с сегодняшнего дня на треть. А доллары с момента прошлых крайних выборов гривна обесценилась в два раза. На самом деле люди адаптируются, потому что наше общество пережило 90-е, пережило дефолт, пережило очереди, дефицит и прочие вещи. То есть с одной стороны этим не сломишь украинский народ, с другой стороны это вот выключает вот эту бдительность по отношению к власти. Что ж вы прикрываетесь войной? А почему люди разочарованы в той власти, которая пришла после войны? Потому что нынешняя не особо хорошо работала над выполнением своих обещаний. Потому что ничего не изменилось. Коррупция. Самое страшное, нет, самое страшное, что было, коррупция, она осталась. Ничего не поменялось. В этом плане поменялись только красивые ребята, девушки полицейские в Киеве. Ну, которые, правда, еще не было громких скандалов, о взяточничестве и так далее. А во всех остальных органах суды те же, также покупаются дела. В прокуратуре все тоже. Ну да, стало там, чуть-чуть изменилось. Теперь, если об этом шуметь сильно в прессе и в Фейсбуке, то, возможно, будет положительный эффект. То есть, раньше на это бы власть никак не отреагировала, но пошумели и перестали. Сейчас вот реагирует больше, если шуметь. Она с нами в погребе пряталась. Это наша боеваяся. Под кроватью всю войну провела. В погребе. Собой из песок Игорь и Елена Лошадкины забрали собаку Наташу и немного вещей. То, что вот в багажник автомобиля, и то не нашего, а ротного командира правого сектора, влезла, то вывезла. Сейчас их дом, выгоревший изнутри, выглядит так. Вот здесь жили люди, мастерили и вот на тебе. Все, нету дома. Это специально для Лошадкиных сняли волонтеры. Видео передадут в Европейский суд по правам человека. Игорь Ковал на заказ мастерские и оборудование он оценил в 200 тысяч долларов, дом в 50. Возмещение требует от двух государств одновременно, от России и Украины. В Песках стояли и украинские бойцы, и боевики так называемой ДНР. Мы знаем точно, что наш дом разрушен из российских орудий, российскими снарядами и российскими кадровыми военными. В милиции должны завести уголовное дело, признать нас потерпевшими и внести наше уголовное дело за каким-то номером в единый реестр до судебных расследований. Вот единственное, что они сделали, они внесли в единый реестр и выдали нам об этом бумажку. Вот это то, что сделала Украина. Адвокат семьи Лошаткиных Юлия Науменко представляет украинскую хельсинскую группу. С переселенцев денег не берет. Ее работу и работу коллег, которые подают такие же иски, оплачивают грантодатели из Европы и США. Тут идет нарушение права на жизнь, нарушение права на имущество, нарушение права на приватное жилище, учитывая то, что они остались без жилья и были вынуждены переехать. Ну и нарушение права на эффективные средства расследования, потому что Украина в общем-то только сейчас зарегистрировала заявление о преступлениях. Юлия говорит, решение по делу ждать придется минимум 5-6 лет. Елена валяет из шерсти, платья на заказ, продает их за рубеж и работает домработница. Лошаткины пытаются наладить быт в съемном доме в селе Лычанка под Киевом. Местный сельсовет выделил им 7 соток земли вот на этом пустыре. Супруги мечтают, когда получат компенсацию от России и построят свой новый дом. Ирина Ромалийская, Максим Дрозденко, Настоящее время. Проблема в том, что в условиях не объявленной войны не может быть конца войны. И единственный вариант ее окончания в том, что это будет либо замолчено и это все застынет, либо же нужно пожать друг другу руку и о чем-то договориться, а люди не готовы к этому. То есть морально люди не настроены на то, что нужно забыть какие-то утраты, о чем-то поговорить, принять. Сейчас на самом деле даже военные, которые теряют своих друзей, тех, с которыми они стояли рядом, иногда это даже на их глазах происходит, они говорят тоже о том, что будет такое возможно, что придется договариваться и даже когда идут бои, обе стороны вынуждены договориться о временном перемирии ради того, чтобы забрать погибших. То есть, а ради того, чтобы жить дальше, стоит, наверное, как-то говорить. Посмотрите, что везде делается. Каждый день вот это. Неужели нельзя что-то сделать? Неужели общий язык нельзя найти между собой? Вы же люди тоже, вы же дети, такие же самые, как мы. Города-спутники Донецка, Авдеевка, Маренко, Макеевка не перестают привлекать к себе внимание из-за продолжающихся обстрелов, особенно усилившихся в последние дни. В одном из таких населенных пунктов в Красногоровке позиции украинской армии расположены буквально по соседству с домами местных жителей. Отсюда до первой линии окопов ДНР всего километр ничейной земли. Минометный обстрел усиливается по ночам, но не прекращается и днем. Я думаю, что вы сами россиян видели, которые имеют военных, а не просто... Да, конечно. Как они? А как... И пленных брали, и посортали, а не просто. Есть. Не хотелось бы, конечно, но есть. На переднем крае в Красногоровке оказались не только части украинской армии, но и многоэтажки. Где бабушка жила? В шестой этаж. Вот она подъезжала. У меня бы цели вытаскивали. Вытаскивали уже через третий подъезд, через крышу, потому что отсюда подняться было уже нереально, невозможно. Люди, вынужденные жить в подвалах, зачастую относятся с претензией к тем, кого еще недавно сами поддерживали. А вот эта война как началась? Воды и сейчас нету, отопления нету, на кострах варили. Вот сюда вот этих депутатов, Порошенко, Путина, детей их не было, в подвалах посадить. Я дожилася до вот такого. Хотя они там сейчас, на данный момент, они с голоду умирают. Реально, они помирают все с голоду. Они сюда ездили, когда была открыта дорога, они сюда ездили, они реально тут были такие, их членники называли. В супермаркете нельзя было прорваться, до банкомата нельзя было подойти, куда ни глянь, все Донецк. То есть, кто такой более шустрый, они купили тут подешевки, там продавали. Бутилка пива, реально на бутылке двухлитровое пиво, вот она тут стоит, допустим, 30 гривен, а там она стоит от 70 до 150 гривен. Смотря через какие руки она попадает до них. Куда уезжать? Давай, я для тебя поеду. Бойцы понимают, что жители оказываются под минометным огнем из-за того, что артиллеристы ДНР целятся в них. В Красногоровке до войны было 30 тысяч человек, сейчас в 6 раз меньше. Работает городская администрация, магазин и пожарные. У нас весь город практически без работы сидит. Ну вот работает, ну естественно, да, потому что, ну живут только на пенсионерах, те, которые пенсии получают. Медик-волонтер Оксана Черна на войне год. Недавно она подписала контракт и осталась в 28-й бригаде. Она рассказывает, как развешивала в городе украинские флаги. Утром в 6 утра выехали, взяла три человека с собой. Пацаны вешали флаги, мы рисовали баллончиками синие-желтыми трезубцы по трафарету. Так красиво получилось. В Красногоровке нет милиции. Порядок обеспечивает батальон нацгвардии Киев-1. Он подчиняется лично коменданту, главе военно-гражданской администрации Олегу Леванчуку. На моих глазах тот распекает местного электрика, которого привели к нему в кабинет на разговор. Ты Украину любишь? Да. Ты что так отмечаешься? Я украинец. Я тоже украинец. Только я люблю свою страну. А ты ее не любишь? Ты беспредел начинаешь делать. Боюсь с вами спорить, но я не беспредел. А ты можешь спорить? Помочь? Чем ты помог? Людям помогаю. Людям помогаешь? Так вот я тебе последний раз предупреждаю. Еще я услышу негатив какой-то в твой адрес. Собирай чемодан. Я куплю тебе билет и поедешь ты в Москву. Или в Донецк. Не хочу я в Москву. Или в Донецк. Или в Донецк не хочу. Переключать и накидывать провода и воровать электроэнергию. Минуя счетчика, я запрещаю. Обитатели Красногоровки надеются на прекращение огня, но уверены, что в ближайшее время этого не случится. Не будет тут и местных выборов. Зато начнется учебный год в одной из школ, наименее пострадавших за это время. В городе остаются дети, которым, как и их родителям, просто некуда уезжать. Тимур Олевский. Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин